Доброе утро, уважаемые телезрители! Рубрика «Звездный гость» я Дмитрий Пьяваров. Приветствуем вас в это октябрьское утро. Как вы знаете, в Казани появилось еще одно новшество. Это кастинг-конкурс, фестиваль такой под интересным названием «Народный театр». Его проходит при поддержке Министерства культуры России. Вся фишка в том, что неподготовленный актер пройдет отбор, и в течение определенного времени его подготовят, и он выйдет на сцену вместе с профессиональными актерами. В 10 городах России проводится этот кастинг. Казань принимает театр имени Галяскара Камала. Ну и в составе жюри наш земляк Шамиль Хаматов, актер театра «Современник». Я думаю, эта звучная фамилия уже говорит сама за себя. Доброе утро. Доброе утро. Итак, это что такое, вот этот конкурс? Это авантюра? Это возможность проявить себя в экстремальных ситуациях? Или это способность раскрыть в человеке потаенные возможности? Мне кажется, это все вместе. И авантюра, и способность раскрыть какой-то талант у человека, который всю жизнь мечтал о театре, но по разным обстоятельствам мне, как сказать, не смог прикоснуться к этому виду искусства. Вот. Я считаю, что это такая очень полезная, интересная история, потому что я как артист театра в большей степени, чем кино, стараюсь всячески пропагандировать театр и надеюсь, что этот проект как-то этому поспособствует. Ну, это то же самое, что сейчас люди участвуют в шоу, уезжают на острова, там работают в цирке. Это естественная такая потребность для человека. Ну да, но все-таки, мне кажется, театр немножко такая другая сфера, потому что, скажем там, участие в таких ток-шоу а-ля вот «Уезд на остров» все-таки требует больше какой-то физической подготовки, но вот для меня театр — это такая вещь метафизическая из области духовного и из области воображения, которое тренируется посредством выхода на сцену. А твой первый выход на сцену отчасти был похож на то, что сейчас происходит в Казани? Я уже, если честно, не помню. Ну, я думаю, что где-то... Пришел, увидел, победил, как говорят. Ну, нет, наверное, нет. Конечно, это мандраж, это страх сначала. Потом, когда ты начинаешь постепенно внутренне успокаиваться в хорошем смысле и реализовывать какие-то свои темы, которые внутри сидят, но у них нет выхода, вот тогда уже наступает момент желания и удовольствия. Ну, все знают, что ты работал с Айдаром Забаровым, с режиссером из Казани, номинантом «Золотой маски», и сейчас он нарасхват в театральной Москве. Казанцы ждут его премьеры «Пяти вечеров». А вообще, что это за феномен такой? Почему такой спрос на этого режиссера? И что видят в нем, в первую очередь, театры после мхатерских «Белых ночей»? И то, что он сейчас будет ставить у вас в «Современнике» до «Влатова». Почему такой вот спрос на этого режиссера? Я думаю, что самое главное по работе с ним, то, что он пропагандирует такой синтетический театр, я так скажу. То есть он и система Станиславского, то есть это и бытовой театр, но при этом очень много таких метафизических, образных вещей. И для меня это самое интересное на сегодняшний день. Есть ли возможность вместе со своей знаменитой сестрой, с Чулпан, поработать что-то такое на эти точки соприкосновения? Или у вас своя дорога, естественно? По-моему, позапрошлым году мы с ней поработали наконец-то. У нас была такая поэтическая зарисовка о дружбе Ахмадулиной и Булата Куджава. Мы посредством стихов рассказали их историю. То есть ты был Акуджавой? Я была Ахмадулиной. Но она это сделала и на сцене, когда у нее был великолепный спектакль на тему Цветаевой, Ахмадулиной. Она даже сделала такой внешний облик, очень было похоже. Сейчас она подготовила очень интересный, на мой взгляд, вечер, потому что при мне учила бесконечные стихи. Вечер, посвященный Левитанскому. Ну, я знаю, что вы росли в атмосфере литературы, книг. И сейчас у тебя книжка торчала из штанов Буковский, да? А что сейчас вообще? Какой герой интересен? Литературный и какой автор? Мне интересен человек, который, герой, который двигается против течения. Мне это всегда было интересно на самом деле, но я просто не знал, в чем, как сказать, в чем можно это выразить, найти воплощение этого героя. Потому что несколько лет назад мы думали с моим другом о том, что можно было поставить над пропастью воржи, но пропастью воржи уже настолько, как сказать, избитая вещь. И вот, поэтому я вот наткнулся несколько лет назад на Чарльза Буковский, узнав, что он был диссидентом и алкоголиком, который не признавал ничего, был вне системы, жил по своим правилам, поэтому он меня очень заинтересовал. Хотя, ну, текст такой очень... Текст-то с использованием, как говорят, ненормативной лексики и прочее. Спасибо тебе за раннюю визиту. Я желаю, что ты открыл здесь интересных персонажей для новой национальной постановки. Ну, как говорят, дорогу осилит идущий. И это я тебе желаю также. До новых встреч в Казани и в этой студии. Спасибо. С удовольствием. Приду еще раз. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодня в гостях программы «Новое утро» побывал актер-театр «Современник», наш земляк Шамиль Хаматов. Наша программа продолжается.